привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и недавно мы вернулись к теме кипения в ролике пульсирующая тепловая трубка и один из наших подписчиков предложил нам снять ролик про паровой удар чем мы сейчас займемся и начнем мы ну с такого довольно широко известного опыта здесь у меня на плитке стоит пустая почти пустая баночка а в ней уже несколько минут кипит вода я беру эту баночку переворачиваю и опускаю в холодную воду и и посмотрите как сильно смяло банку и сейчас мы объясним почему это произошло дело в том что когда банка стояла на плите и вода кипела от воды поднимались водяные воде поднимался водяной пар и пар постепенно занимал весь объем банки вытесняя оттуда воздух ну а потом я поднял банку и достаточно быстро поднес ее к воде пар выйти а воздух войти не успел ну наверное это произошло но не сильно когда банка соприкоснулась с холодной водой и с холодной водой соприкоснулся пар он резко сконденсировался остыл и объем оставшийся паров стал гораздо лучше так сказать давление его резко упало от падение давления у нас атмосферное давление банку сплющила ну там внутри какие-то пары остались и остался воздух но занимали они при этом после сплющивания гораздо меньший объем прежде чем двигаться дальше посмотрим на этот опыт еще раз банка приготовлена опускаю воду и вот он резкий щелчок атмосферное давление сминает банку снаружи за очень короткое время в опыте с алюминиевой банкой стенки банки были слишком непрочными легко мялись а что произойдет если мы вместо алюминиевой банки возьмем прочную стеклянную бутылку ведь ее атмосферное давление не должно смять и сейчас я поставлю эту бутылку на плитку включу плитку и мы подождем пока вода в бутылке закипит вода в бутылке покипела уже несколько минут крышка подпрыгивает я снимаю крышку переворачиваю бутылку сливаю воду и ставлю внутрь вот это удар хорошо посмотреть на него в замедленной съемки и вот бутылка погружена в воду какое-то время прошло ничего не происходило и мы видим как поверхность воды начала медленно подниматься а потом она движется все быстрее быстрее что-то выстреливает вверх вся вода вскипает в объеме заполняется пузырьками эти пузырьки постепенно успокаиваются и посмотрите почти вся бутылка после этого опыта оказалась заполнена водой там было очень мало воздуха и на старте она вся была заполнена паром в этих двух опытах бутылка осталась целой правда когда мы попытались воспроизвести этот эксперимент в третий раз бутылка не выдержала и треснула а теперь представьте себе что произойдет если такой паровой удар случится в промышленных масштабах где-нибудь на теплоэлектростанции понятно что это может привести к катастрофическим разрушениям поэтому следует всячески избегать создания таких условий при которых паровой удар может случиться а теперь я хочу поблагодарить того человека который нам прислал предложение сделать этот опыт я знаю что его зовут альберт правда не знаю фамилии ну и хочу поблагодарить вас всех за то что вы нас смотрите спасибо вам большое за внимание